Друзья, я снова рад всех приветствовать. Многие мои клиенты задаются вопросом, покупать квартиру сейчас или после перехода на скроу-счета. Каждый, кто в последнее время задумывался о приобретении квартиры, слышал об скроу-счетах, проектном финансировании. Однако, несмотря на информационную шумиху, многие до сих пор не могут понять, что представляет собой реформа долевого строительства и как она повлияет на цены, на недвижимость. В чем реальный смысл изменений и что делать? Покупателем. Об этом расскажу я, часто практикующий юрист, Евгений Корсакин. Окунемся в предысторию. Основным законом, регулирующим рынок жилищного строительства, является закон номер 214 ФЗ от 2004 года. Он стал как одним из самых успешных, так и одним из самых критикуемых в стране. С одной стороны, 214 ФЗ систематизировал многие аспекты взаимоотношений с застройщикой долечка, а также решил проблему двойных продаж. С другой стороны, исключить проблему обманутых дольщиков так и не удалось полностью. Хотя государство предпринимало неоднократные попытки на этом пути. Из крово счета уже четвертая реформа за последние пять лет. В то время, как предыдущие законодательные изменения не имели особого положительного эффекта, в итоге государство решило пойти на полное переформатирование системы взаимоотношений строителей и покупателей жилой недвижимости. Соответственно, в 214 ФЗ были внесены положения об обязательном использовании искровых счетов. Суть реформы. На первый взгляд, суть реформы удивительно проста. Обманутые дольщики появляются, когда застройщик принимает деньги на стадии строительства, а затем не может попросту достроить дом в срок. Соответственно, появляется идея лишить застройщиков доступа к данным средствам на стадии строительства, на стадии проведения работ. Для этого введен механизм искровых счетов. Дольщики, как и раньше, будут заключать в ДДУ на стадии строительства, но оплата по ним будет поступать не строителям, а блокироваться на искровых счетах в уполномоченных банках. 65 крупных банков страны по списку ЦБ. Если застройщик построит дом в срок, то средства будут разблокированы в его пользу. Если проект превратится в долгострой, то дольщик сможет расторгнуть ДДУ и вернуть себе все уплаченные средства обратно. В итоге дольщик получает гарантированный возврат вложенных денег. Подводные камни оборотной стороны реформы являются увеличением себестоимости строительства. Это связано с тем, что средства дольщиков предоставляют собой практически бесплатный источник финансирования для строителей. В рамках новой схемы застройщики вынуждены обращаться за банковским кредитованием под 7-9% годовых в банк. Несмотря на перспективность данной идеи, до момента перевести все жилищные строительства на новые правила невозможно. По этой причине была разработана дорожная карта, поделившая реформы на три этапа. Первый этап. Есть подготовительный этап, предусматривающий наработку нормативно-правовой базы. должен был завершиться 1 июля 2018 года. Второй этап, переходный, длится до 1 июля 2019 года. Затрущики сами выбрали работать им по старым правилам или по новым правилам. И третий, и завершающий этап, стартующий после 1 июля 2019 года, предполагал, что любой проект с первым ДДУ, полученным после этой даты, должен содержать условия об оплате ДДУ через искровую счета. Здесь важно обратить внимание на два очень важных элемента. Во-первых, закон не имел обратного действия. И проект, стартовавшийся по старым правилам, должен был по ним и достраиваться. Во-вторых, правительство планировало, что к 1 июля 2019 года до 30% рынка добровольно перейдет на искровую счета. Что на практике? На первый взгляд, реформа выглядела довольно стройной. Предусматривала время на подготовку и позволяла относительно плавно перевести рынок на безопасную схему продаж. На практике все оказалось не так просто. Редакция 2014 ФСЗ принята до 1 июля 2018 года и дальше корректировалась. Можно констатировать, что подготовительная стадия продолжается в течение переходного этапа и даже перейдет в завершающий период. Но самой главной проблемой стало почти полное игнорирование за троечками добровольного перехода на искровую счета. Вместо планируемых 30% рынок получил 2-3% проектов. В конце 2018 года, согласно закону номер 478 ФСЗ от 2018 года, все проекты, начиная с 1 июля 2019 года, должны перейти на использование искровых счетов, независимо от даты первого ДДУ. Исключение распространялось только на проекты высокой степени готовности в соответствии с критериями, определяемыми правительством. Данный закон имел эффект разорвавшейся бомбы. По расчетам Минстроя, такой жесткий переход привел бы к раху до 30% строительных компаний России. Речь шла о 14 млн кв.м. Для сравнения, в конце 2018 года в различных стадиях банкротства находились 10 млн кв.м. жилья. Таким образом, формировался парадокс. Реформа, которая должна решить проблему обманутых дольщиков, могла бы привести к их дальнейшему увеличению в существенном количестве. Чего ждать? Однако, надо отдать должное правительству, которое оперативно отреагировало на проблему и решило ее за счет установления максимально низкого уровня критериев строительной готовности. После 1 июля 2019 года до 95% всех старых проектов будут достраиваться по прежним правилам, то есть без использования искровых счетов. В итоге, мы подходим к этой дате с довольно интересной конфигурацией рынка. Большинство проектов продолжается без искровых счетов и сможет сохранить привычный формат работы. При этом все новые объекты начнут реализовываться по новым правилам, постепенно вытесняя старые ЖК. Данный процесс нельзя назвать быстрым. Себестоимость проектного финансирования на 10-15% выше прямого привлечения денег-дольщиков. Следовательно, старые проекты экономически более рентабельны и инконкурентоспособны по цене. Покупатель, который сейчас рассматривает возможность приобретения квартиры на стадии строительства, должен определиться со своими приоритетами. На вооружение можно взять простую форму ДДУ с Эскроу, она будет дороже, но надежнее. Или ДДУ без Эскроу, дешевле, но рискованнее. Если покупателю важнее всего надежность и гарантированная возвратность денежных средств, то имеет смысл подождать с приобретением квартиры до конца 2019 года. Если дольщик ограничен в своих возможностях и рост цен критичен, то в таком случае целесообразно приобретать новостройки по старым правилам. Всем желаю удачных покупок в новостройках. Удачи! Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!